Добрый день! На той же полке, где я нашел домик, стояла еще вот такая вот пирамидка. Это называется вулканокуб. Головоломка, которую я купил очень много лет назад. Это вообще одна из моих первых головоломок, которые я начал покупать в Китае. Когда она ко мне приехала, из нее выпала какая-то деталька. Я подумал, что это все плохо теперь. Собираться она не будет, вращаться тоже. Отложил, положил детальку с ней рядышком и решил как-нибудь заняться потом. Но потом не наступало, деталька потерялась. И как-то я подумал, что наверное придется покупать новую. Тем более я пробовал чуть вращать, и она вращалась очень плохо. Но вот на днях я все-таки решил ее перемешать. И оказалось, что та деталька была видимо лишней, запасной, не знаю какой. Но вращается все нормально. В чем особенность этой головоломки? Сделана на базе обычной классической пирамидки Меферта. И здесь добавлены внешние грани. По сути, обычная пирамидка внутри, и она бесцветная. А внешние грани вращаются сами по себе и вращаются совместно с внутренней пирамидкой. По размеру она примерно такая же, как классическая пирамидка, хотя вот грань сама меньше. Ну, потому что она все-таки внешняя. Ну, потяжелее будет. Производилась изначально компания Меферт. Стоял логотип на оригинале Тимура Евбатырова, если я правильно произношу. Но это не оригинал, это поделка неизвестного бренда. По-моему, даже она была без коротки. А какая-то вот такая. Ну, в продаже можно где-то, наверное, еще найти. Называется Вулкана Куб. Хотя это пирамидка. Сравним с оригинальной головоломкой. Здесь можно вращать вот так вот уголок. И эти уголки тривиальны. Ну, их в любой момент можно поставить правильно. И на сложность сборки они не влияют. Здесь же вот эти уголки поинтереснее. Можно повращать вот так. И они уже нетривиальны. То есть мы сделали поворот. Переместили как-то дальше. Можем вращать еще. И они держатся, не отпадают. По началу мне показалось, что это вот очень ненадежное соединение. Но внутри есть вот такой черный элементик. И на нем они и держатся. Если повернуть одну грань вот так, то вот это уже не вращается, блокируется. А если соединить правильно, то уже вращаться будет. Ну, и понятно, что можно делать вращение. Так, пиф-паф какой-нибудь. Делать алгоритмы из оригинальной головоломки. И при перемешивании здесь будет поинтересней. На удивление, здесь требуется гораздо меньше алгоритмов, чем в простой пирамидке. По крайней мере, я вот когда собрал, использовал их меньше. Сам себе придумал некую сложность, которой не было. И пытался вывести алгоритм, но в итоге он не пригодился. Вращается тоже неплохо. Я потратил немало времени, чтобы следы всякой пыли, грязи оттуда достать. Полка была возле окна. И пирамидка среди коробок была забыта. Но вращается даже несмотря на это неплохо. Но надо быть, конечно, аккуратным. Сделал я сборок, наверное, 10. Ничего не развалилось. И об стену разбить не захотелось. Хотя наклеечки заворачиваются. Не очень качественные, но головоломки много лет. Элементов много. Но собирать давайте начнем с какой-нибудь красной стороны. Важно при перемешивании вращать все элементы. Задействовать все типы поворотов. Мы вращаем как пирамидку. Вращаем грани. Ну и по желанию вращаем уголки вот эти. Они так неплохо перемешиваются. Чем побольше повращаем, тем интереснее замешается. На обычной пирамидке я начинаю с красной грани. И вот здесь вот должны цвета боковые совпадать. Центр на обычной пирамидке вот такой вот. Симметричный из трех наклеек. Ну или цветных пластинок. Здесь тоже три цвета, но один большой и два маленьких. Основной большой, а маленькие дополнительные по ним нужно ориентироваться. Вот сейчас этот красный с красным стоят хорошо, так как зеленые треугольнички совпадают. Ребро пока уберу, чтобы оно не отвлекало. Вот все стоит хорошо. И нужно поставить сюда третий элемент. Где-то соседние грани. Поворачиваем грань. Вращаем уголок. И становится хорошо. Но в то же время можно собрать эти детальки неправильно. То есть вот зеленый и тут желтый. Цвета не совпадают. А красный вот этот знак радиации все равно получается. Поэтому нужно следить и за боковыми цветами. Меняются не сложно. Интуитивно. В принципе почти вся сборка интуитивная. А я научился собирать только вот на днях. Есть пирамидки. Я кроме пиф-пафа использую только один алгоритм. Позже покажу какой. Собрали три. И собираем остальные. Вот с этой стороны должна быть желтая грань. Два желтых треугольника есть. А собираем сначала вот эти большие треугольники. Здесь два есть. Но они неправильно стоят. Нужно поменять. Вот здесь какой-то желтый есть. Но вероятно если поменять будет хорошо. Два зеленых. Вращаем. И вот так вот получилось. Проверяем. Все красиво. И остается здесь. Поначалу я делал такую смешную ошибку. Собирал вот эти вот элементы. И получал ситуацию, которой быть не может. Давайте посмотрим. Вот здесь вот зеленый. Значит тут должен быть зеленый. Так. Разные цвета. Значит один выбьем. Отведем в сторону. Вернем. Зеленые соберутся. И синие тоже соберутся автоматически. А у меня получалось, что я одну грань собираю, а другую нет. Пытался выдумать, вывести алгоритм, который это решает. И у меня это получалось. Но потом я заметил, что я просто плохо собираю. Если вы перепутали цвета, то вот эти элементы, они будут не в том порядке. То есть три грани соберутся, а одна нет. И если у вас такое получилось, проверьте цвета вот по этим. Вот я начал с красной грани. Вот по этим цветам нужно проверить все боковые. Синий-синий. Желтый-желтый. Если эти цвета не совпадают, то вероятно и расположение вот этих элементов будет неправильным. И мой алгоритм, который я в итоге вывел, он просто на самом деле менял положение граней. А значит он был просто не нужен, если собирать правильно. Ну, процесс интуитивный, надо быть просто чуть повнимательнее. Самое интересное это сборка вот этих вот ребер двухцветных. Уголки можно собрать сейчас, либо в конце сборки. Как удобно, эти процессы независимые. Но как я собираю? Сначала соберем элементы красной грани. Как в обычной пирамидке, пиф-пафами. Но нужно понимать, что вот на эту грань пойдут элементы вот отсюда. Не вот эти вот соседних, а именно вот отсюда. И мы можем вращать вот так. Кстати, собрать вот эти ребра можно и до сборки вот этих центров. Если мы центры собрали раньше, то их надо просто не разрушить при сборке первых ребер. Соберем маленькие двухцветные ребра. Начинаем с красной грани. Вот этот синий-красный элемент хочется поставить вот сюда. Как в обычной пирамидке. Но если мы это начнем делать, мы видим, что отсюда элемент переходит сюда, а не сюда, как надо. Мы можем сделать вот так, при этом не поменяется ничего. Просто вот этот элемент, он отсюда. Его можно поставить вот сюда. Но займемся этим позже. Нам же нужен тогда другой синий-красный. А, он стоит в чужой позиции. Поэтому давайте какой-то другой сначала. Вот желто-красный поставим. Желто-красный на передней грани. Красным на нас просто левым пиф-пафом поставим. И вот стоит элемент на месте. Наклейки задираются, цепляются немножко. Но вращение терпимое. Дальше. Вот синий-красный поднялся на переднюю грань красным цветом. Это значит, можно ставить. Можем просто подвернуть вот так вот. И отсюда, сюда поставить уже правым пиф-пафом. Когда-нибудь сделал подробное обучающее видео. Но пока я собираю вот так. И третье ребро можно не ставить. Попробовать поставить какие-то вот эти. Потому что это делается одновременно. Так-то вот, красно-зеленое здесь. Можно сюда поставить. Ну, давайте прежде поставим вот этот. Вот этот элемент. Вот сюда. Для этого. Метод для начинающих. Один есть. Дальше. Какой-нибудь еще боковой. А, ну тут уже стоит. Ну, остается вот один слот. Тут и тут. И можно какой-то из них собрать. Но я предпочитаю нижний. Так. Главное не сломать. В итоге собранные центры. В такое положение ставлю. И вот это. Отправляем сюда левым пиф-пафом. Так. Ну, проверяем. Эта грань собрана. Ну, кроме уголков. И здесь. Раз-два. Два нижних элемента. Ну, какой-то здесь еще один сам встал на место. Неплохо. Надо ставить остальные. И для перестановки остальных элементов я использую простой алгоритм из классической пирамидки. Вот такой. Пиф-паф. Вести назад. Поднять слева. Вернуть. Вернуть. То есть мы разворачиваем два ребра. На этой пирамидке ребро, оно вот такое вот двойное. И при развороте эти элементы меняются местами. Вот сейчас мы видим, вот здесь вот ребро сине-зеленое. А здесь вот сторона тоже сине-зеленое. Если элементы развернутся, то это встанет правильно. А это встанет как-то. И вот такими передвижениями мы вот здесь вот меняем положение элементов. А здесь будет какая-то польза. Иначе нужно сделать, чтобы польза была и здесь. Смотрим. Зелено-красный. Если тут зелено-красный. Ну вот, зелено-красный. Важно, чтобы здесь цвет был справа, а здесь слева. Тогда встанет хорошо. Если будет не так, то он будет перевернутый. Так, делаем алгоритм вот для этих двух пар элементов. Пиф-паф. Отводим назад. Поднимаем слева. Возвращаем. Опускаем. Смотрим, что получилось. Здесь стало хорошо. Здесь стало хорошо. Ну, это уже отлично. В итоге у нас вот здесь вот собралось три элемента. Смотрим, что есть еще. Здесь собран один. Два не собрано. Здесь не собрано три. И все, грани кончились. Нижнюю мы собрали. Ну, стоит, наверное, начать там, где больше не собранных элементов. Это вот здесь что-нибудь собрать. Здесь нужен синий-желтый. Он стоит здесь нехорошо. А нужен желто-красный. Он где? Он вот здесь. Желто-красный. Так, это мы соберем. Ну, тогда лучше вот из такого положения делать. Чтобы потом сюда какой-нибудь синий-зеленый вернуть. Очень, кстати, неудобное положение получилось. И, наверное, было бы полезно сначала какой-нибудь PLL сделать. Ну, да ладно. Будем так решать. Сначала ставим вот этот. Временно разрушатся вот эти элементы. Делаем из этого положения. Вот эти два будут перемещаться. Делаем пив-паф. Отводим назад. Поднимаем слева. Возвращаем. Пускаем. Эти два временно развернулись. Здесь один встал на место. Так. Это стал хорошим. Можем повернуть вот этот. Синий-зеленого здесь нет. Но зелено-желтый. Вот. Сейчас мы сделаем еще один такой алгоритм. Вот этот станет сюда. А эти вернутся на место. Эти вернулись на место. Смотрим, что осталось. Один. Второй. Третий. Вот. Чаще бывает вот так. Три элемента надо поменять. Как мы будем это делать? Здесь зелено-желтый. Здесь синий-желтый. Здесь зелено-синий. Повернем. Вот этот будет у нас перемещаться сюда. Сначала не на свое место. А этот на свое. Не подойдет. А если вот так. Здесь станет на свое. Этот не на свое. И потом перевернем. И все станет, наверное, хорошо. Эти за два алгоритма просто вернутся на место. Вот эти пары переворачиваются. Делаем пиф-паф. Отводим. Так. Важно, чтобы там, где был один элемент, то он не собрался с первого движения. Поворачиваем вот так. Эти меняются. Эти возвращаются. Все. Ну, если немного разобраться, то становится легко. Но иногда можно и путаться. Проверяем, что вышло. Тут все красиво. Все красиво. Все хорошо. Но для большей красоты можно все повернуть в нужное положение. И вот. Все собрано, кроме уголков. Уголки собираются интуитивно. Никаких алгоритмов тут нет. Смотрим, где хотя бы что-то есть. Вот здесь есть один уголок. Соберем к нему остальные. Зелено-красно-желтый угол нам нужен. Зелено-красно-желтый. Вот здесь такой есть. Подводим грань. Но это не отсюда. Не отсюда. Это вот отсюда. Значит, надо будет сюда поставить. По пути какие-то сами встанут элементы. Это нормально. Так. Два есть. Третий у нас. Желто-красно-синий. Желто-красно-синий здесь должен быть. Все неправильно. Желто-красно-зеленый должен быть. Ищем его. Желто-красно-зеленый. Вот он, этот элемент. Ставим на место. Весь запутался. Вот. Здесь три готова. Собираем дальше. Здесь один есть. Соберем еще. Ну, постепенно все соберутся. И в конце два вместе. Сюда нужен зелено-красно-синий. Зелено-красно-синий. Вот похожий уголок. Попробуем его. Можешь, конечно, глубже просчитывать. Но часто этого хватает. Так. И осталось у нас один. Поищем. Зелено. Синий-красный. Зелено-синий-красный. Вот здесь такой есть. Временно его отведем. Подставим. Вернем. Так. Уже две тройных вершины готовы. Ну и здесь должно быть уже проще. Сюда нужен желто-синий-зеленый. Желто-синий-зеленый. Это вот один из них. Видимо, вот этот. Так. И остается один элементик. Ну, временно его поставим сюда. Он должен быть тоже желто-зелено-синий. Так. 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 Ну, можно это и поэффективнее было сделать. Как-то сейчас так получилось. А, ну, это просто доворачиваем. Не все. Вулканокуб собран. Интуитивно. Не смотрел никаких, естественно, обучалок. Хотя они наверняка присутствуют. Возможно, можно собрать быстрее и лучше. Я еще пособираю. Прежде чем обучающее видео делать, может быть, как-то более оптимально получится. Ну, если вы где-то это видели, вулканокуб вращается, не разваливается. И он превзошел мои ожидания. Если где-то еще можно купить, или у вас стоит на полке пылится, и вы как-то не решились его собрать, боясь, что развалится, как это делал я, то зря. Единственное, что отваливаются наклейки. Не отваливаются, а задираются. Возможно, придется подклеить. А так, не сложная и вполне интересная головоломка. Рекомендую. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.